К шаблону можно прикрепить вложенные файлы, но здесь есть свои особенности, которые надо знать. Познакомимся с ними. Загрузить можно файлы с любым расширением, кроме картинок. Если иметь загружаемых файлов, не более 5 мегабайт за один раз. Если файл у вас весит больше 5 мегабайт, то обратитесь к нам, и мы вам поможем прикрепить большой файл. И существует разница прикрепления файлов. Можно прикрепить файл к шаблону. И второй способ – это прикрепить файл к рассылке. Предпочтительно использовать вариант прикрепления файла к рассылке, так как файл прикрепляется в момент отправки и уходит только с текущей отправкой. Если прикреплять файл к шаблону, то этот файл будет отправляться столько раз, сколько вы будете использовать этот шаблон для отправки. А как мы знаем, файлы имеют свойство устаревать. Чтобы прикрепить файл, заходим в наш шаблон. Под редактором есть кнопка «Обзор». Нажимаете на нее. У вас открывается папка. Находите ваш файл, который вы хотите прикрепить. Выделяете его. Чтобы добавить несколько файлов, зажимаете «Контрол» плюс выделение файла. Это можно сделать, если у вас файлы находятся в одной папке. Чтобы у нас внизу, в нашей нижней таблице, отобразились эти файлы, необходимо сначала сохранить шаблон. Сохранили. Теперь зайдем еще раз. Проверим. Итак, мы прикрепили наш файл к шаблону. Но, как видим, у него достаточно большой размер у этого файла. В случае, если у нас такой большой файл, то лучше всего загрузить его на сервер и сделать на него ссылку. Это делается для того, чтобы ваш клиент, который получит от вас рассылку, смог быстрее открыть ваше письмо и прочесть его. Так как если письмо тяжелое, то оно будет открываться дольше. Также не забывайте, что чем больше ваше письмо весит, тем дольше по времени оно будет отправляться с сервера. Попробуем сделать ссылку на файл. После того, как вы загрузили файл на сервер, нажимаете на галочку напротив вашего файла. При этом не нажимайте крестик, иначе вы полностью удалите этот файл с сервера. Переходите вот на эту вкладку «Остальные файлы на сервере». Находим наш файл. Можно отсортировать по дате изменения. Находим наш файл. Наводим на него. Нажимаем правой кнопкой мышки. Копировать ссылку. В редакторе найдем место, куда вставим нашу ссылку. Например, добавим нижнюю строчку. Написали слово. Теперь выделим это слово, которое у нас будет ссылкой. Вставляем ссылку, которую мы только что скопировали. Правильная ссылка будет «http», «ваш домен». Обязательно проверьте, чтобы было «pattern files». И вот ваше наименование файла. Вставить. Все, ссылка готова. Сохраняем. Теперь проверим. Нажимаем на файл. Все, он открывается. Отлично. Еще можно прикрепить файл, который уже находится на сервере. То есть, его уже когда-то прикрепляли к шаблону или рассылке. Для этого под редактором в таблице выбираем вкладку «Остальные файлы на сервере», находим необходимый нам файл и ставим галочку. И все, сохраняем. Файл при этом будет уже добавлен. Все, работа с файлом завершена.